добрый день уважаемые трейдеры с вами я мария кухтой вы смотрите рубрику пульс рынка с марией кухтой в сегодняшнем обзоре ребят будут свежие торговые идеи для вас на предстоящую неделю по фондовым индексам будут торговые рекомендации также как всегда рассмотрю свои предыдущие публичные торговые идеи проанализирую их но прежде я бы хотела напомнить о том что данное видео выйдет на моем youtube канале мария кухта трейдер сегодня в субботу 16 сентября и на youtube канале компания маркет с видео продублируется понедельник 18 сентября ну что ж давайте начинать и первый блок сегодняшнего обзора свежие торговые рекомендации на предстоящую неделю по фондовым индексам предлагаю открывать продажи по фондовым индексам у нас сформировались неплохие торговые формации но хочу отметить что есть еще момент и с донаборами торговых позиций почему потому что импульс вниз которые у нас произошли по S&P по Dow Jones и по NASDAQ и это как раз те индексы которые сегодня буду рассматривать шортовые импульсы которые прошли в пятницу на прошлой торговой неделе они довольно амплитудные и инструменты еще вправе добирать торговую позицию в рамках этих импульсов то есть на этот момент вы должны обращать внимание если торгуете внутри дня то есть для для внутренней торговли нужно будет искать актуальные точки входа актуальные а локальные формации для того чтобы можно было открывать шорты но если вы торгуете среднесрочно то рассматриваем продажи и уже с текущих можно открывать шорты стопы выставлять за максимумы которые у нас были сформированы по этим инструментом в текущем месяце в принципе и давайте по порядку значит S&P посмотрим по фондовому индексу S&P 500 у нас есть шортовая формация которая имеет все необходимые элементы для того чтобы рассматривать дальнейшие шортовые направления по S&P защитное движение импульса которое произошло 5 6 7 сентября коррекционное откатное движение до сопротивления 45 15 и импульс вниз который произошел у нас значит в пятницу которым закончилась прошлой торговой неделе импульс вниз это перекрытие шортовые перекрытие предыдущего коррекционного роста именно на этапе перекрытие можно уже более четко понять направление по инструменту то есть сейчас уже четко видна формация по S&P на продажу поэтому либо с текущих либо еще будем добирать торговую позицию в рамках вот этого шортового движения шортовый импульса который произошел в пятницу 15 сентября но тем не менее направление по S&P шортовые как уровень сопротивления нужно отметить коррекционный максимум 45 15 ценовой уровень сопротивления ниже него работаем в шорт точки входа будем искать то есть возможно еще будут какие-то откатные девочки в рамках вот этого импульса это уже нужно будет смотреть по факту но тем не менее свою позицию озвучила какие у нас цели ну смотрите первая цель для снижения и это поддержка 43 65 откатный уровень минимум снижения который у нас образовался в месяце прошлом месяце августе поэтому довольно хорошую цель довольно хорошие перспективы для снижения по S&P и значит можно сказать что другие индексы у нас не исключение по другим индексам а именно по Dow Jones и по Nasdaq сегодня будем рассматривать ситуация очень похоже давайте посмотрим на Dow Jones значит у нас тоже Dow Jones показал шартовые направления уже только сейчас только после того как у нас пятница импульс вниз перекрывающий показала перекрытие предыдущего роста значит рост у нас это коррекция в рамках защитного движения шартового защитное актуальное шартовое движение по фоновый индекс Dow Jones шартовый паттерн который имеет все необходимые элементы для того чтобы рассматривать дальнейшие продажи но один момент ребят либо с текущих либо от коррекции будет уходить вниз Dow Jones то есть у нас еще не исключаю вариант откатной какой-то дневочки в рамках вот этого снижения импульсного снижения от 15 сентября возможно еще будет внутренняя дневка одна возможно даже больше возможно какой-то еще до набор торговой позиции будет но направление шартовое сопротивление озвучиваем максимум образовавшись в районе 34995 ниже этого уровня работаем в шорт по Dow Jones цель это первая цель поддержка 34 400 34 300 ценовая зона поддержки и следующая цель для падения минимум месяца августа 34 050 34 060 ценовая зона поддержки неплохая цель локальная у нас в принципе ожидается по фонду мэндекс Dow Jones поэтому шартовое направление уже подтверждено и будем искать точки входа для дальнейшего открытия сделок на продажу по данному инструменту и NASDAQ и это еще один инструмент на который хочу обратить внимание по NASDAQ у нас тоже фактически вот этот рост мы полностью перекрыли значит перекрытие у нас присутствует защитное движение присутствует по так как защита выступает шартовое движение от 6 и 7 сентября ребят я напомню о том что я анализирую рынок по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг есть необходимые элементы которые должны присутствовать на графике для того чтобы можно было открывать сделки в соответствии с моей торговой стратегией то есть эти элементы сейчас присутствуют по NASDAQ но здесь точно так же как и по другим индексом у нас есть один момент момент точки входа момент точек входа почему потому что амплитудное шартовое движение произошло по NASDAQ в пятницу на прошлой торговой неделе и вы должны четко понимать что еще в рамках этого импульса инструмент может добирать торговую позицию то есть знать секущих ли уйдет в шорт NASDAQ либо еще здесь будет как-то добирать торговую позицию и это скажем так ответ должен быть от рынка то есть мы это не можем спрогнозировать но единственное что могу сказать что паттерн шартовый есть направление шартовое но я бы еще по NASDAQ подождала откатную дневку в силу того что очень далеко у нас все-таки от сопротивления торгуется сейчас NASDAQ 15-540 ценовой уровень сопротивления максимум месяца текущего поэтому будем ждать еще одну внутреннюю дневочку по NASDAQ и от нее работать шорт поэтому NASDAQ шарты мой совет подождать еще откатную дневку понедельника возможно понедельник здесь еще будет добирать торговую позицию и уже от откатной внутренней дневке можно будет дальше работать на снижение по фондовому индексу NASDAQ цель на пробитие поддержки 15-150 следующая цель для падения 14-700 а 14-600 ценовой уровень поддержки неплохие цели тоже у нас рисуется по NASDAQ точно так же как и по другим фондовым индексам поэтому шарты довольно четко просматриваются будем искать на следующей торговой неделе точки входа на продажу по фондовым индексам в принципе свою позицию озвучила значит свое мнение озвучила по фондовым индексам теперь давайте переходить к анализу моих предыдущих публичных торговых идей ребят в принципе основной акцент который я делала на прошлой торговой неделе это валютный рынок и натуральный газ ну скажу сразу что натуральный газ просто шикарно себе отработал давайте начнем с него значит по натуральному газу я вам советовала открывать лонги на прошлой торговой неделе на выходных в субботу записал обзор в котором советовала вам лонговать натуральный газ давайте посмотрим фьючерс фьючерс на природный газ посмотрим этот инструмент посмотрим текущую картинку очень хорошо отработался лонг краткосрочно да в принципе ту цель которую я озвучивала ближайшую мы достигли значит смотрите у нас закрывается дневочка пятницы на прошлой торговой неделе 8 сентября и на выходных записал обзор в котором советовала лонговать данный инструмент уже с понедельника мы подтвердили лонги о чем я написала в своем открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер посмотрите есть пост в понедельник 11 сентября где написала что можно с текущих открывать лонг по натгазу у нас в принципе инструмент торговался здесь на коррекционном движении в районе 2550 отсюда вы могли открыть лонг открыть покупку и шикарно на этом заработать посмотрите как отлично отработалась покупка по натуральному газу мы достигли своей первой цели сопротивление 2800 чуть не добили до следующего ценового уровня сопротивление 2870 но тем не менее отработка есть отработка отличная если вы торговали этот инструмент по моей торговой рекомендации вы могли замечательно на лонгах заработать здесь у нас был такой сильный паттерн который я разбирала на прошлых выходных кому интересно посмотрите разбор почему натуральный газ я рассматривала в лонг и сами видите как отработалась эта торговая рекомендация поэтому натуральный газ отлично отработал мою публичную торговую рекомендацию на покупку а теперь давайте перейдем к валютному рынку ребята вот здесь на самом деле чуть ошиблась по валютному рынку ну вернее не совсем так вернее сказать перевернулась в неправильную сторону значит еще на прошлой торговой неделе на прошлых выходных я записывала обзор где я советовала покупать индекс доллара шортить евро действительно уже к концу прошлой недели оказалось что действительно я была права что на выходных правильно проанализировала рынок в сторону трендов ушли у нас и индекс доллара и евро доллар показали отличные отличные импульсы особенно эти импульсы были видны в четверг 14 сентября по дикси наверх по евро в шорт но все было бы отлично если бы не один момент в четверг утром то есть уже среда четверг я все-таки решила что есть предпосылки для того чтобы уже индекс доллара у нас уходил на коррекцию и записала обзор в котором уже говорила что скорее всего будем коррекционно снижаться как минимум коррекционно снижаться по дикси да и соответственно рассматривал ланги по евро вот с этим моментом я ошиблась да потому что все-таки видно что тренд тренд здесь вырвали ситуацию и по индекс доллара и по валютной паре евро доллар несмотря на то что даже вот если анализировать евро несмотря на то что ЕЦБ в четверг повысил ставку процентную по евро казалось бы значит согласно фундаментальным показателям евро должно было расти валютная пара евро доллар должна была расти но нет все-таки тренд показал свою силу по евро доллару и соответственно инструмент ушел вниз поэтому здесь я признаю убытки по индексу доллара по евро доллару торговые идеи не сработали но как я уже сказала правильно определила направление на прошлых выходных то есть видите как иногда бывает такой сюрприз от рынка получаешь да сначала правильно определяешь инструменты потом переворачиваешься и вот такое бывает такая ситуация может случаться но ребят это рынок это нужно значит к этому нужно спокойно относиться дальше нужно анализировать торговые не торговые моменты на рынке и соответственно если получили какие-то убытки уже отрабатывать эти убытки исходя из торговых моментов которые дальше у нас будут образовываться и рисоваться по тем или иным инструментам поэтому спокойно нужно относиться к этому да посчитала что индекс доллара здесь у нас имел шансы уйти вниз почему потому что импульс вниз прошел у нас в понедельник 11 сентября вот он меня честно говоря смутил этот импульс вниз довольно амплитудный был и возможно я думала что возможно инструмент уйдет на коррекцию ну примерно как у нас здесь было да вот такое давление вниз присутствовала по индекс доллара смотрите какая коррекция у нас произошла то есть показали локальное снижение потому здесь тоже побоялась тем более что у нас две внутренние дневочки были в рамках этого импульса и озвучила мнение что ожидая падения по дикси но нет мы ушли в сторону тренда и как я уже сказала была права на прошлых выходных где говорил о том что дикси у нас смотрится наверх и дикси у нас смотрится по тренду на обновление предыдущих максимум что в принципе у нас и произошло по данному инструменту поэтому индекс доллара позицию озвучила значит проанализировала проанализировала те моменты которые которые на которые вернее обращала внимание на прошлой торговой неделе видите что перевернулась как бы не совсем правильно да не совсем логично но чуть-чуть сбивались толку конечно же и такие безоткатные движения которые у нас происходят по евро доллар и по индексу доллара за последние два торговых месяца фактически такие у нас уже трендовые движения образовываются и нет хороших откатов нет хороших коррекций и я все-таки рискнула озвучить мнение что у нас эти инструменты уйдут на коррекцию по крайней мере локальную то же самое евро по евро доллару еще на выходных на прошлой торговой неделе записывал обзор в котором советовала шортить евро ребят видите как шорты себя отработали но опять таки я признаю что я значит ошиблась по евро тем что перевернулась на покупку смутил импульс наверх который произошел понедельник 11 сентября вот это импульсное движение она чуть поджаться наверх находилась инструмент находился этот инструмент и я все-таки рассмотрела вариант что возможно возможно инструмент уйдет на поджаться наверх инструменты уйдет по крайней мере коррекционно наверх ну как у нас было здесь по евро доллар видите какая локальная коррекция у нас произошла то есть реакция раз наверх два да и повыше еще ушли ожидала хотя бы какого-то коррекционного роста ну хотя бы до зеркала 1 08 1 08 50 а там я уже бы смотрела возможно бы можно было частично как-то фиксировать слонгисту плоспер здесь без убыток но нет видите инструмент несмотря на фундаментальный фон несмотря на то что ецб повысил процентную ставку по евро в четверг несмотря на то что инструмент безоткатно фактически снижается за последние два торговых месяца трендовое снижение происходит по евро но тем не менее инструмент дальше ушел вниз инструмент ушел по тренду и вот пример как нельзя нельзя ловить коррекции нельзя ловить развороты да здесь как раз очень яркий пример того что все таки тренд тренд давит на инструменты и даже против других других параметров до других моментов которые присутствовали и по евро и по индекс доллара но нет инструмента ушли по тренду инструменты показали соответствующие импульсные реакции в четверг и пятница это у нас пока пока внутренняя дневочка по евро доллару которая подтверждает шарты поэтому пока ситуация не меняется в сторону импульса в сторону тренда смотрится евро доллар и индекс доллара так значит это по поводу индекса доллар по поводу евро видите каким образом каким образом получилась ситуация с анализом у меня да тут если сначала оказалась права сначала действительно увидела продолжение тенденции но потом перевернулась и соответственно признаю убытки по этим инструментом в отличие от валютного рынка например натуральный газ да шикарно отработал покупки что принципе было закономерно потому что там был хороший паттерн и на этом паттерне можно было неплохо короткосрочно заработать и еще хотела бы рассмотреть валютную пара австралийский доллар на взландский доллар а вот здесь тоже интересная картинка у нас рисуется вернее рисовалась ребят значит в четверг 14 сентября вот это мое последнее видео где я советовала покупать аут юзды нзд юзды точно там же и советовала на шарте зикси покупать евро да то что я только что проанализировала значит на этом видео я озвучила мнение о том что австралийский доллар рассматриваю в лонг нзд юзды тоже в лонг ребят но вот здесь в принципе в принципе особенно аут юзды порадовал потому что австралийский доллар у нас ушел неплохо наверх если вы посмотрите мое видео в четверг мы примерно торговались на отметке 0.430 по австралийскому доллару и вы смотрите как неплохо отработали локально у нас тоже какая-то раскорреляция здесь произошла потому что вот по валютной паре аут юзды у нас австралийский доллар рос и соответственно американский доллар значит падал по отношению к австралийцу если сравнивать с евро если сравнивать там допустим с другими инструментами такими как доллар франк фунт доллар да то они действуют наоборот там получается доллар наоборот укреплялся по поводу этих инструментов этих валютных этих валют и соответственно валютные пары евро доллар фунт доллар показывали снижение и доллар франк отрабатывал лонги то вот австралийский доллар у нас наоборот показал ситуацию в обратную сторону и показал ослабление американского доллара по отношению к австралийцу новый максимум неплохой такой максимум мы с вами видели в пятницу на прошлой торговой неделе ноль 475 максимум был поэтому австралийский доллар в лонг себя отработал здесь нельзя сказать то что полностью валютный рынок не отработал мои публичные торговые рекомендации до индекс доллара евро доллар ушли по другому сценарию но австралиец отлично отработал покупки если вы покупали краткосрочно вы могли заработать на этом новозландский доллар чуть похуже отработал лонг но тем не менее в моменте мы тоже ушли в плюс по эндзе usd я вам советовала значит работать на покупку четверг 14 сентября смотрите в моменте мы неплохо выросли в моменте для интердей торговли и это неплохая локальная отработка но по новозландскому доллару что примечательно то что все таки есть реакция на сопротивление 0.5935 у нас поэтому если вы покупали ранее nzd usd то сейчас скорее всего нужно выходить с лонгов потому что у нас присутствует локальное зажатие вниз и не исключаю вариант что анализ ландский доллар может уйти в сторону тренда шартового я точно так же как и ушел евро точно так же как и ушел фунт значит в сторону тренда а потому что не подтверждается пока вот это лонговое движение скорее всего мы его пытаемся перекрыть значит почему так важно текущую картинку проанализовано проанализировать потому что важно понять что это импульс за одну или это импульсвыносный дальше уйдем в шорт на перелог если этот импульс заходной дальше мы будем наверх видите здесь еще подтверждался этот импульс как заходной, еще можно было рассматривать лонги, то есть лонги себя локально отработали, сейчас же у нас, скорее всего, происходит отмена лонгового сценария, и НСДЮСД дальше собирается снижаться. Ну, вы заметите, это на заметку, если вы торговали на изландский доллар ранее, но, тем не менее, публичный прогноз в лонг себя локально отработал. Нет такого, да, какого-то импульсного падения, импульсной реакции в обратную сторону, как мы с вами увидели по евро, по наизландскому доллару. Поэтому сейчас ситуация чуть меняется, сейчас свою позицию озвучила по поводу НСДЮСД, озвучила, что, скорее всего, мы здесь пытаемся нарисовать шартовое перекрытие предыдущего лонгового движения, поэтому дальше предпочтительно рассматривать продажи по наизландскому доллару столь на достижение поддержки 0.58.70 и перспективе пробивать минимумы месяца, текущего месяца сентября. Ну что ж, ребята, я, в принципе, своё мнение озвучила, признала убытки там, где они были, сказала, какие инструменты отработались, то есть я уже неоднократно говорила о том, что я не претендую на стопроцентную отработку, я озвучиваю своё мнение, я озвучиваю свою позицию, я озвучиваю, почему ожидаю того или иного движения, чем обосновывается то или иное видение по инструменту моё, я всё это анализирую в рамках своей торговой стратегии защитный трейдинг. Да, бывают стопы, да, бывают убытки, это нормально, вы должны это чётко понимать, то есть если всё-таки инструмент уходит по альтернативному сценарию, то нужно просто определить, когда у нас происходит отмена сценария. Вот как по NZD и USD, да, скорее всего, у нас уже здесь произошла отмена лонгбой сценарии, дальше инструмент будет снижаться. Ну, это нужно уже понимать, анализируя, значит, ситуацию графическую, используя динамичный подход к анализу рынка. Почему динамичный? Потому что рынок динамичен, рынок не стоит на месте. Если ещё вчера можно было рассматривать, допустим, инструмент в одну сторону, то потом ситуация может меняться в силу наличия либо заходных импульсов, либо каких-то перекрытий предыдущих движений. То есть эти моменты нужно тоже понимать, если торгуете. Поэтому вот такая ситуация получилась. По валютному рынку у меня частичные инструменты отработались, такие как австралийский доллар в лонг, NZD, USD в лонг, неплохо локально отработались. Некоторые инструменты не отработались, такие как евро, доллар и индекс доллара, но тем не менее, как я уже сказала, на прошлых выходных я была права, потому что ещё на прошлых выходных я вам советовала лонговать ZIX и шарсить евро. Это что касается валютного рынка. И что касается газа, то газ себя шикарно в лонг отработал. Здесь вопросов нет, здесь даже никаких локальных выносов фактически не было. Натуральный газ сразу ушёл наверх, по моим публичным торговым прогнозам, поэтому здесь шикарная отработка произошла. Краткосрочная, но тем не менее, да, произошла на покупку по данному инструменту. Поэтому, ребята, это рынок. Нужно эти моменты понимать, нужно эти моменты взять во внимание. Да, были какие-то предпосылки для того, чтобы работать в обратную сторону по индексу доллара. Как я уже сказала, импульс вниз у нас произошёл в понедельник, на прошлой торговой неделе, да. Но, как оказалось, этот импульс был выносным, и инструмент дальше ушёл по тренду. Поэтому такая картинка свою позицию озвучила, свои торговые моменты разобрала. Торговые идеи свежие, актуальные вы получили на предстоящую торговую неделю. Будем стыкать с точки входа. То есть, если нарисуются какие-то хорошие торговые моменты, обязательно буду озвучивать всё это для своих подписчиков закрытого телеграм-канала. Вип Мария Кухта. Ребят, если вам импонирует мой подход к анализу рынка, если вам импонирует моё понимание рынка, вы можете записаться ко мне на индивидуальный курс обучения о торговле на финансовых рынках. Рассказываю, как отбираю торговые паттерны, как понимаю торговые паттерны, как отрабатываются те или иные торговые формации. Всё это с вами будем анализировать и рассматривать на живом рынке. Добавляю вас в закрытый свой телеграм-канал вип Мария Кухта, где вы будете видеть, как я отбираю тоже торговые паттерны и даю торговые рекомендации. Да, не скрываю, что бывают убытки. Конечно, это нормально. Это нормально получать стопы. Но главное, как дальше вы справляетесь с этими моментами, как дальше вы анализируете рынок, и каким образом вы можете себя взять в руки и правильно дальше смотреть на график, смотреть на рынок и трезво оценивать картинку по тому или иному инструменту. Значит, если желаете получать от меня больше торговых идей, больше торговых рекомендаций с точками входа, с сопровождением, с разбором тех или иных инструментов, торговой аналитикой, вы можете записаться ко мне, вернее, подписаться ко мне на мой закрытый телеграм-канал вип-мария Кухта, и всегда будете получать торговый сигнал, торговую аналитику актуальную. Но, ребят, по тем инструментам, по которым рисуются какие-то торговые идеи. То есть понятно, что, как я уже сказала ранее и говорила неоднократно, в большинстве случаев инструменты формируют торговые позиции, поэтому в большинстве случаев нужно быть вне рынка. А вот если уже формируется какая-то картинка интересная, более-менее, тогда уже можно эту картинку взять во внимание и попытаться ее отторговать. Также не забывайте подписываться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Это мой личный YouTube-канал, где вы регулярно будете получать видеообзоры от меня с анализом основных финансовых инструментов, с разбором предыдущих торговых идей, со свежими торговыми рекомендациями, с торговой аналитикой. Поэтому подписывайтесь и всегда получайте хорошую аналитику от меня, хороший разбор от меня, торговые рекомендации. Но еще раз, ребят, точки входа в закрытом канале. То есть, когда есть точка входа, когда подтверждается та или иная торговая идея, тогда даю торговый сигнал в закрытом канале. Так, спасибо за просмотр. Спасибо за то, что смотрите мои видео, за то, что смотрите и подписаны на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Благодарна за ваши комментарии, за ваши вопросы, за отзывы, реакции. Жду от вас свежего фидбэка. Еще бы хотела в двух словах, ребят, сказать, что, допустим, если вы в комментариях пишете о том, что какой-то инструмент не отработал, то, пожалуйста, анализируйте меня и мою работу в длительной перспективе, я имею в виду, на длительной дистанции. Почему? Потому что, да, бывают стопы, да, бывают убытки, да, может инструмент не отработать, и это нормально. Но если вы акцентируете внимание только на убытках, да, и не говорите о том, как отработались мои профитные сделки, то это уже, я считаю, нечестно, потому что все-таки нужно в комплексе анализировать мою работу, а не только акцентировать внимание на убытках. Убытки есть у всех, в принципе. Убытки есть у начинающих трейдеров, убытки есть у профитрейдеров. Поэтому все-таки старайтесь, значит, оценивать мою работу, как я уже сказала, на длительной дистанции. Если вы говорите о том, что евро-доллар не пошел, или, ребятам, индекс доллара не пошел, да, то посмотрите, как пошел натуральный газ, посмотрите, как отработался австралийский доллар, даже тот же новозеландский доллар в моменте чуть-чуть отработался. Вот посмотрите на комплексы, на картинку, и тогда уже делайте выводы. И это будет справедливо, и это будет честно по отношению к моей работе, и я считаю, что это будет, скажем, обоснованно и резонно с позиции моего аналитического подхода к анализу рынка. Потому что все-таки если только акцентировать внимание на убытках, вы не сможете увидеть и прибыльные, профитные позиции, которые у меня отрабатываются. Поэтому в комплексе старайтесь оценить мою работу, и тогда уже делайте выводы. Ну что ж, еще раз спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, ребята. Жду от вас свежего фидбэка, прибыльной торговли, и до новых встреч.